В этом году оздоровление и отдых детей по направлениям мать и дитя и трудная жизненная ситуация пройдет на территории Черноморского побережья Республики Крым. Вопрос организации летней детской оздоровительной компании обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания главы региона Юрия Бездудного. Ранее Ненецкий автономный округ заключил соглашение с Республикой об организации летнего оздоровительного отдыха детей нашего региона в санаториях Крыма. В рамках соглашения между нашим регионом и Республикой Крым подготовили технические задания для отдыха декоративных групп населения. Это у нас мать и дитя. Подготовлено у нас и обработано 241 обращение на лечение детей и по трудной жизненной ситуации детской оздоровительной лагерь на 216 детей. Глава региона Юрий Бездудный поручил руководителю профильного ведомства организовать проверку условий отдыха и оздоровления детей. Очень четко определяем все технические, все определяем в техническом задании. То есть дети действительно должны там оздоравливаться, а не жалкий такой отдых, да, лишь бы так отчитаться. Нет, дети там должны оздоравливаться. Поэтому обращаю внимание, что все должно найти отражение в условиях, в техническом задании, чтобы мы потом летом не кусали локти. Работа по организации отдыха и оздоровления детей за пределами округа реализуется также Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Традиционно профильный орган власти ведет два направления. Первая работа лагерей с дневным пребыванием на базе окружных учреждений. В этом году их посетят более 1700 детей. Второе направление летнего детского отдыха – выезда детей в Артек, Орленок, Океан и Смену. Бесплатными путевками во всероссийские оздоровительные детские центры поощряются одаренные школьники. В этом году добавилось новое направление оздоровительного отдыха детей, которое будет реализовываться в рамках федеральной программы «Дети Арктики». Оно рассчитано на школьников пятых-восьмых классов. Ольга Русул, Александра Литкова, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Один, два, три.